Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный всемирной истории шахмат. Казалось бы, что нового можно рассказать о шахматах? Всем известно, что это игра. По доске из двухцветных квадратов игроки передвигают фигуры по заранее определенным правилам. Фигуры имеют название, которое хорошо знает даже тот, кто никогда не брал шахматы в руки. Ведь в повседневной жизни мы довольно часто употребляем шахматные термины. Например, называем пешкой человека, который в силу обстоятельств попал в положение, когда он бессилен что-либо сделать, и им манипулируют более значимой фигурой. Или говорим из пешки ферзи, что означает изменение социального статуса, возвышение в глазах окружающих. Часто также говорят «сделал ход конем», то есть проявил хитрость, смекалку, пошел на риск. Отсюда вывод. Не все играют в шахматы, но все так или иначе пользуются шахматной терминологией. Когда я начала играть в шахматы, то даже не предполагала, что эта игра имеет очень древнее происхождение. В библиотеке моего отца, который увлекался шахматами, мне попалась книга польского автора Ежа Гежицкий. И меня поразило, что оказывается я ничего, кроме того, как ходят фигуры, о шахматах не знаю. А ведь шахматы – это удивительная игра, способная полностью поглотить человека, словно перенести в параллельный мир. Есть в ней что-то мистическое. Ее можно рассматривать как борьбу добра со злом, как противостояние жизни и смерти белого и черного. Подобно книгам, музыке, живописи, шахматы – наследие, оставленное в веках. Однако, в отличие от других игр, шахматы, сопровождая человека на протяжении тысячелетия, по-прежнему остаются игрой загадочной. До сих пор идут споры о родине шахмат. То ли они появились в Индии, то ли в Китае. Время от времени возникали слухи о сенсационных открытиях при археологических раскопках в Египте, Ираке, Иране, где были якобы обнаружены следы существования шахмат три тысячи лет назад и даже ранее. Хотя, скорее всего, это были следы от каких-то игр шашечного типа. Так что столь привычные шахматные фигуры вполне можно рассматривать как таинственные символы, оставленные нам предыдущими цивилизациями. Историки шахмат, исходя из обнаруженных документов, считают временем возникновения этой игры примерно середину VI века н.э. Английский востоковед и автор классической истории шахмат Мэрэй утверждал, что шахматы возникли в Индии около 570 года н.э. Знаменитый поэт Фердоуси, который жил на рубеже X и XI веков, неоднократно описывал в своих произведениях шахматы. В одной из его поэм рассказывалось о прибытии ко двору персидского шаха посланников индийского раджи с подарками, среди которых находилась игра, изображающая битву двух армий. На слайде шахматы из слоновой кости, сделанные в XVIII веке по образцу древнеидийских фигур. Первоначальные индийские шахматы Чатуранга или Чатранг получили название от их четырехчленной структуры, четыре отряда фигур, а также четыре вида оружия, представленных фигурами. Однако позже стали появляться гипотезы, по-другому объясняющие возникновение шахмат, в частности название Чатранг, отнюдь не связывая его с четырехчленной структурой войскового характера. В 1925 году в Париже был опубликован трактат об астрономических каббалистических источниках шахматной игры, возникшей в среде египетских жрецов. В пример приводилась комбинация магических систем чисел и фигур, связанных с астрологическими символами египетских календарей. А в 1951 году в Югославии появилась публикация профессора Павля Бидова, в которой он произвел интересный и обоснованный анализ четырехчленной структуры Чатранга. Эта игра, согласно теории Бидова, символизировала борьбу четырех стихий – воздуха, огня, земли и воды, а также ассоциировалась со сменой четырех времен года. Чатранг, следовательно, должен был отображать концепцию строения мира. Проникновение шахмат на восток дало несколько новых их разновидностей, среди которых наиболее интересными можно считать корейские, бирманские, китайские и японские шахматы. Перед вами малайская фигура шахматного короля XVII века, вырезанная из дерева, покрытая лаком и инкрустированная драгоценными и полудрагоценными камнями. Несмотря на разницу во внешнем виде и в названиях, можно утверждать, что мы имеем дело с разновидностями одной и той же игры, так как все они объединены принципом мата, который объявляется главной фигуре противника, а также сходством некоторых фигур и ходов. Китайские же историки не считают полностью доказанным тезис об индийских корнях шахматной игры, допуская, что и китайские, и индийские шахматы, возможно, произошли от общего, до сих пор не обнаруженного предка. Однако, изучая письменные источники, можно установить, что первые известные нам сведения о шахматах в китайской литературе появились в VIII веке н.э. Поэтому мнение об индийском происхождении по-прежнему остается в силе. Трудно бесспорно установить, произошли ли китайские шахматы из Индии, или наоборот, так как в обеих странах существует множество легенд, приписывающих идею создания этой игры различным мифическим или историческим героям. К сожалению, почти нет достоверных сведений, касающихся происхождения шахматной игры. Твердо можно утверждать только то, что в VIII веке шахматы были известны уже в обеих странах. Несомненно и то, что шахматы явились результатом народного творчества, и при том не одного, а многих народов. Исследуя формирование шахматной терминологии, языковеды помогают установить этапы развития игры и ее географическое распространение. Происхождение шахмат, несомненно, индийское. В персидской литературе сохранился небольшой труд, написанный на пахлавийском, древнеперсидском языке, под названием «Читранг намаг», то есть учебник шахматной игры. Слово «Читранг» персы взяли из индийского языка, санскрита, в котором «читур» обозначает «четыре», «анга» – «часть», «отряд». Арабы переняли шахматную игру у персов в VII веке вместе с названием, произносимым как «Шитранж». В настоящее время в шахматной терминологии различают три языковых основы – индоперсидскую, арабскую и европейскую. Анализ названий отдельных шахматных фигур позволяет нам отчасти проследить многовековой процесс этой королевской игры. Вот, например, арабские названия. Аль-Шах – король, Аль-Ферзан – дословно ученый, мудрец, Альфил – слон. Само название шахматы происходит от фигуры, которую персы в честь своего монарха назвали шахом, то есть королем. Мат дословно «умер». Это выражение уже не персидское, а арабское. Вклад арабов в развитие игры был всесторонним. Уже в 700 году в арабских рукописях встречаются первые упоминания о шахматной игре вслепую. А приблизительно в 850 году был написан первый трактат о шахматах. Мавры переносят шахматы в Испанию. Но лишь в 1010 году мы находим первые сведения о шахматах в христианском мире. В так называемом Каталонском завещании. В действительности они были известны немного раньше. Во Франции шахматы находились под покровительством Карла Великого, который правил с середины 8 века до первого десятилетия 9. По преданию он получил шахматы от самого Гарон Аль-Рашида. Литературные источники говорят о том, что шахматы существовали во французских, бретонских и кельтских землях еще во времена правления короля Артура. Мы встречаем это в песнях, связанных с рыцарями круглого стола. В знаменитой легенде о Тристане и Изольде также есть упоминание о шахматах. Из Италии через Германию и из Испании через Францию шахматы попали в Англию. О быстром распространении и росте их популярности свидетельствует тот факт, что многие старинные английские, испанские, германские и другие роды украшали свои гербы изображением шахматных фигур или шахматного поля. Постепенно шахматы передвигаются на север. В X-XI веках они уже были известны на скандинавском полуострове. Большой достопримечательностью являются представленные на слайде персонифицированные шахматные фигуры XII столетия, сделанные скандинавами и найденные в 1831 году на острове Льюис у северного побережья Шотландии. В Россию шахматы проникли в VIII-IX веках непосредственно с Востока, о чём свидетельствует терминология. Русский ферз происходит от слова визиль. Существует версия, что шахматы на русскую землю якобы принесли татары. Имеется также предположение, что независимо от иных путей, шахматы проникли на Русь с севера вместе с тефтонскими рыцарями. В старинных русских былинах имеются многочисленные упоминания о шахматах, а умение играть в них считалось отличительной чертой богатырей. В былинах о Ставре Годиновиче Ставр, воспевая достоинство своей жены, говорит «Ещё моя, да молода жена, хорошо играет в шашки и шахматы». В следующей части былины жена Ставра, желая вырвать его из княжеской тюрьмы, собрала бравую дружину – 30 удальцов-стрельцов, 30 удальцов-шахматистов. В другой былине о царе Калини и князе Владимире мы читаем. Они играли в шашки и шахматы заморские. Во время археологических раскопок в окрестностях Киева были найдены костяные шашки и шахматы XI и XII веков. На слайде слева две шахматные фигуры, справа две шашки. Шахматные фигуры выточены из одного куска кости, так называемого рыбьего зуба. На этом слайде русские шахматы XVI века в виде парусных кораблей. Характерно, что в период Средневековья во многих христианских странах духовенство преследовало увлечение шахматами. Причиной этого было превращение шахмат в азартную игру, что лишало их благородства, свойственного интеллектуальному развлечению. Святой Бернар в 1128 году в уставе для ордена тамплиеров писал, что они должны брезговать шахматами так же, как и костями. На Руси тоже преследовали игру в шахматы. Православная церковь даже усматривала в шахматах признаки язычества. Однако ничто не могло приостановить развитие шахматной игры. О растущем авторитете шахмат свидетельствует тот факт, что им посвящались рукописи и первые типографские оттиски. Так в рукописи, к сожалению, утерянной, араба Аладли, относящейся к середине IX века, приводились дебюты, партии, обсуждалась разница в правилах персидской и индийской игры. Эта рукопись содержала так же первые шахматные задачи, которые назывались «Мансубы». Значительным произведением о шахматах и других играх является рукопись, написанная в 1238 году испанским королем Альфонсом X Мудрым. Это самый большой труд об играх и шахматах на европейском языке, существовавшей в Средневековье. Он является важным звеном, соединяющим арабскую литературу о шахматах с литературой европейской. Рукопись имеет 150 цветных миниатюр, которые, опираясь на персидские образцы, дают картину средневековых нравов, одежды, внутреннего убранства домов. Перед вами миниатюра с диаграммой шахматной задачи и фрагмент текста этой рукописи. В ней, помимо прочего, описываются некоторые разновидности шахмат, имеющих 10- и 12-клеточные поля, а также сложные астрономические шахматы. Это рисунок еще одной шахматной задачи из той же рукописи. Если труд короля Альфонса, в общем, был составлен в одном экземпляре и не слишком часто переписывался, то второй, самый знаменитый труд Средневековья о шахматах, обширный трактат на латинском языке Якова Цессолиса, был на протяжении нескольких столетий бесспорным бестселлером. Цессолис, монах из Северной Франции, написал в конце XII века книгу нравоучительного характера, так называемую «Моралите», в котором шахматы использовались для синтенций и назиданий морального, общественного, религиозного и политического свойства. В 1473 году вышло первое печатное издание трактата Цессолиса на латинском языке. Цессолис не ограничивается только тем, что говорит о шахматах и приводит их, как пример, упорядоченной общественной жизни. Но он также сообщал правила игры, комментируя их, однако в духе проповеди. Он использовал многочисленные цитаты из священного писания, из произведений церковных и светских писателей, а также цитаты из произведений древних классиков. Все это вместе выглядит весьма оригинально, а для современного читателя даже забавно. Вот, к примеру, вольный перевод столь характерного для «Моралите» заключения. «Дай Иисус Христос и нам всегда в шахматы играть, а после в блаженстве вечном пребывать». Также появляются и другие печатные книги, посвященные шахматам, что говорит о повсеместном распространении этой игры в Европе. На слайде – гравюра-иллюстрация к трактату о шахматной игре, изданному в 1493 году. А это – обложка книги о шахматной игре, напечатанной во Франции в конце XV века. Учебники шахматной игры начинают занимать серьезное место среди книжных публикаций. В 1497 году выходит справочник по шахматной игре, написанный испанским мастером Лусеном, отчасти положивший начало современной теории. С повсеместным распространением шахмат в Азии и Европе изменились правила игры в них. Мы уже привыкли к тому, что в шахматы играют на черно-белой доске, разделенной на 64 клетки, что каждый партнер имеет в своем распоряжении 16 фигур. Однако шахматы в известном нам ныне виде с незначительной разницей сформировались лишь на рубеже XV-XVI веков. До этого времени, например, в XIII веке в арабских шахматах ферзь был второстепенной фигурой, которую можно было передвигать на одну клетку по диагонали. Позднее возросло значение этой фигуры, и, наконец, она стала главной в сражении на шахматной доске. В прошлом фигуры были намного слабее, а потому боевая сила короля большая. Тенденции к тому, чтобы увеличить темп игры и придать ей более острый ход, привели к изменениям в правилах главным образом к увеличению объема деятельности фигур. Нельзя не согласиться с утверждением, что введение иного способа действия двух только фигур явилось для шахматной игры таким стимулом, как, например, изобретение пороха для человечества. Кое-где еще более увеличили силу некоторых фигур. Например, в России в прошлые века играли с так называемой ферзью всяческой, наделенной дополнительным ходом коня. Перед началом партии следовало заранее договориться, будет ли игра вестись с ферзем обыкновенным или всяческим. Постепенно изменились и правила рокировки. В древних шахматах, например, король имел право в течение игры сделать один ход через одну клетку. Каждое изменение правил, способов передвижения фигур, практически придавало новую форму игры. Совсем иначе ввелся шахматный бой на заре возникновения этой игры, когда для победы достаточно было лишь побить все фигуры противника. Переход от примитивных форм сражения, уничтожения фигур, к позициям, где объявляется мат королю, по-видимому, был обоснован изменением военной тактики. Прежние бои, целью которых были быстрый захват возможно большей территории и уничтожение возможно большего количества войск-неприятель, и которые велись силами довольно однообразных по характеру воинских соединений, превратились в сражения различных родов войск, что потребовало умения командовать армией, координировать действия отдельных воинских частей. При таком положении взятие в плен или смерть главнокомандующего, а им был преимущественно король, считалось победой. Отсюда и в шахматах. Вместо того, чтобы уничтожить полностью все фигуры, целью игры становится захват короля. Традиция издавна не допускала взятия фигуры короля. И когда во время битвы между французами и англичанами под Бринневиллем в 1119 году английский воин, схватив французского короля Людовика VI за плечо, крикнул «Король взят!», Людовик ответил, как истый любитель шахмат. «Неужто ты не знаешь, что король не может быть взят даже в шахматах?» и ударом меча поверг наземь опешившего солдата. Интересно, что чемпион мира Ласкер предложил упразднить привилегию неприкосновенности шахматного монарха. В изобретенном им изменении шахматной игры, которая называлась «Фресс-шах», король уравнивался с другими фигурами, и после его захвата игра продолжалась. Точно так же продолжится и цикл наших передач. В следующий раз мы поговорим на тему шахматных вариаций. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго!